На первом занятии мы просто поймем, что это такое, как танцевать, и что с ними вообще можно делать интересного. А более серьезная математика будет скорее, может быть, в конце этого занятия и уже потом на следующих. Да, ну давайте я сначала объясню правила, как танцевать, а потом мы что-нибудь станцуем. Значит, мне нужно будет 4 добровольца. Ну и, в принципе, если добровольцев больше, то можно потом меняться местами. Значит, давайте я сначала объясню, в чем заключается танец. Я раньше никогда этого не делала, поэтому не знаю, насколько это быстро осваивается, но на бумаге вроде все просто. Значит, у нас есть начальная позиция. Это когда танцоры стоят в вершинах квадрата. Да, я буду номерать вершины квадрата таким образом, что вот это вот правая вершина, а вот это вот левая, то есть как если бы со стороны аудитории. Вот, то есть когда я говорю правые танцоры, это правые относительно вас, ну или относительно меня, когда я стою лицом к доске. Значит, танцоров мы номерать не будем, потому что в процессе танца танцоры будут переходить из вершины в вершину, и тем самым как-то бессмысленно их номеровать. А мы будем номерать вот эти вот углы квадрата. То есть вот углы квадрата зафиксированы, а танцоры перемещаются из одной вершины в другую. Значит, начальная позиция – это когда передние танцоры держат канат, ну допустим, синий. Но цвета – это просто для того, чтобы нагляднее было видно, как там именно приобретаются веревки. На самом деле мы эти цвета учитывать не будем. То есть вот я рисую белым цветом оба каната, и мы действительно цвета различать не будем. Ну, допустим, для простоты передние танцоры держат синий канат, задние танцоры держат розовый канат, и это мы будем называть нулевым танглом. И, в общем, потом будет понятно, что ноль тут очень даже по делу, то есть можно даже сразу это обозначать цифрой ноль. Дальше какие в танце есть фигуры? То есть танец – это последовательность каких-то фигур. Каждая фигура заключается в том, что какие-то танцоры переходят в соседние вершины. Значит, есть фигура твист, я ее буду обозначать буквой «Т». Значит, она заключается в том, что танцор из вершины 2 переходит в вершину 3, а танцор из вершины 3 переходит в вершину 2. То есть происходит такая вот транспозиция, по-научному выражаясь. Но тут нужно договориться, что происходит с канатами при этом. Понятно, что чтобы танцоры разошлись, значит, каждый держит в руках канат, кто-то кого-то должен пропустить. Значит, мы договариваемся, что всегда правый танцор в вершине номер 2, который находится, всегда поднимает свой канат. Передний танцор всегда поднимает канат, чтобы задний танцор под ним прошел. При этом мы говорим, что танцор из вершины номер 2 поднимает канат. А, соответственно, танцор из вершины номер 3 проходит со своим канатом под канатом танцора из вершины номер 2. То есть если бы они это станцевали изначальной позиции, значит, тут пример, как происходит твист. То есть если был нулевой тангл, а мы применили твист, то должно получиться вот так. То есть, опять же, если смотреть на это сверху, как бы сказать, спереди и сверху, то вот этот канат пройдет над вот этим. Первое правило. Значит, вторая фигура – это поворот, но с ней даже проще, потому что там нет проблемы, кто кому должен наступать, кто должен приподнимать канат. Значит, это поворот. Тут просто каждый танцор переходит в соседнюю вершину, но только нужно договориться по часовой стрелке или против. Давайте я считаю, что по часовой стрелке. То есть тут происходит такой переход, что танцор из четвертого угла переходит в третий, танцор из третьего угла переходит во второй, из второго – первый и из первого – четвертый. Мы считаем, что они выращаются по часовой стрелке. Конечно, это вопрос договоренности, поэтому и важно вначале договориться, чтобы потом уже не путаться. Понятно, что можно было договориться иначе, тут никакого математического смысла в этих договоренностях нет. Можно было бы и против часовой стрелки. Но важно, чтобы получать правильные числа потом, важно соблюдать договоренности. Так, по-моему, я все определила. Да, ну давайте я тут тоже приведу пример, значит, что происходит, если мы применим поворот к начальной позиции. Ну, у нас получится, опять же, никак не переплетенные канаты, только они теперь будут вертикально идти. Ну, если с точки зрения картинки это описывать. Да, ну и я не знаю, понадобится ли нам это, но в руководствах, как это проделывать со школьниками 5-6 классов, там еще есть такая фигура, она называется демонстрация, давайте ее называть Д. Значит, она как бы ничего не делает, ее смысл в том, чтобы показать зрителям, что получилось. То есть при этой фигуре те танцоры, которые стоят дальше, они как бы должны поднять свои канаты, а те танцоры, которые стоят ближе, наоборот, должны по возможности канаты опустить, чтобы вот это вот плоское переплетение канатов, оно как бы стало вертикальным и его стало лучше видно. То есть такое можно тоже проделать, но это не меняет полученное переплетение канатов, полученного танго. Ну и давайте я сразу приведу пример какого-нибудь танца, значит, что такое танец, но это просто последовательность твистов и поворотов, или более математически можно сказать, что это слово, или даже лингвистически можно сказать, что это слово, записанное буквами Т и П, то есть никаких других там букв нет. Ну и, естественно, для краткости, вот слово, с которым мы сегодня поработаем и попытаемся про него разные решить задачи, значит, это три раза Т, но я специально подбирала, чтобы там были не очень сложные числа, значит, три раза Т, потом П, потом два раза Т. Вот, ну понятно, что когда несколько букв Т идут подряд, то удобно использовать математическое обозначение, то есть давайте говорить, что Т в степени Н, это Н букв Т, написанных подряд. Такое вот сокращение. Тогда вот это вот слово из шести букв можно записать только фактически тремя буквами, это будет Т в кубе. Значит, вот это можно записать как Т в кубе, П, Т в квадрате, что, конечно, облегчает жизнь. Да, ну и мы не вводим никакого обозначения для П в квадрате, может быть, кто-то уже догадался, почему. Что мы ввели удобное обозначение для Т в степени Н, почему мы не вводим такое же обозначение для П в степени Н? Ну да, во-первых, П в четвертой уж точно со всех сторон тождественно преобразовывает, то есть какой бы тангл мы ни взяли, если мы, то есть даже если мы не изначально по дистанции какого-то произвольного тангла, если мы четыре раза его повернем, то уж точно получится то же самое. Значит, то же самое я буду обозначать буквами ID от английского identity, то есть если наша последовательность фигур ничего не делает с танглом, он переходит в себя, то мы говорим, что это тождественное преобразование, и записываем это таким вот равенством. Но на самом деле, если мы применяем даже два раза поворот на 90 градусов к нулевому танглу, то мы опять получаем тот же самый нулевой тангл. Ну и в дальнейшем мы увидим, что на самом деле, действительно, в каком-то смысле можно считать, что П квадрата это уже тождественное преобразование. Ну это нетривиальный, конечно, результат, потому что для начального тангла понятно, что если мы его повернем с 80 градусов, как бы он и получится, а если он какой-то более сложный тангл, то это, конечно, не очевидно. Вот, но это можно проверить. Вот, ну по крайней мере, в любом случае, даже если пользоваться только верхним тождеством, нам понятно, что больше, чем три буквы П подряд нам писать не придется. Да, ну теперь я предлагаю вот станцевать вот это вот слово. Для этого мне нужны четыре добровольца. Ну выходите, тут вроде нет особого аншлага. Так, у меня уже все успело перепутаться. Да, значит, тут важно не выпускать из рук веревок, потому что если случайно выпустишь, то все перепутается. И потом уже будет сложно восстановить. Так, значит, а остальные должны проверять, правильно ли танцуют добровольцы. Добровольцы. Значит, сначала, дай мне, ты всегда танцуют слева направо, но слово считается слева направо. То есть сначала нужно танцевать твист. Да, теперь нужно еще раз танцевать твист. Да, и вот уже видно, что она сильно запуталась. То есть если мы будем делать много-много твистов, то там это все будет запутываться все дальше и дальше. Так, и вот у нас получилось, может быть, так его не затягивать, потому что очень сложно понять, что тут происходит. Так, а теперь интересно. Да, теперь можно сделать демонстрацию. Заодно я проверю, я пыталась это рисовать на бумажке. Что-то у меня сильное подозрение, что получилось не то, что сейчас. Ну, впрочем, я несколько раз перепроверяла. Да, мне кажется, что что-то тут какая-то произошла. Давайте попробуем еще раз. Тот, кто дальше от доски, должен уступать тому, кто ближе к доске. То есть поднимать свой канат. Так, это был один твист, второй твист, третий твист. Так, и что, получилось примерно то же самое? Не, ну, может быть, может, если это эквивалентно, потому что у меня, хотя, конечно... Да, вроде бы то же самое. Сейчас, у меня просто что-то получилось более сложное. А, ну, может быть, просто когда делаешь... А, вот, я поняла, у меня получилось вот так. Вот на моем рисунке получилась вот такая вот штука. Она выглядит как-то так изящнее, но сложнее. Вот, а если ее сделать так, то да, получается, на вид проще. Да, ну, давайте я сразу дам задачу, пока подержите, чтобы все увидели или там успели перерисовать это. Значит, задачи, которые мы будем решать, следы и прочего. Нужно распутать этот тангл. Ну, понятно, надо уточнить, как можно распутывать. То есть если выпустить веревки, оно, конечно, распутается. Но нужно, не упуская веревок, проделать еще какие-то твистые повороты, так, чтобы тангл в результате распутался, чтобы он превратился в нулевой тангл. Значит, задача распутать вот этот вот тангл. Значит, t в кубе pt квадрат от нулевого тангла с помощью твистов и поворотов. Так, давайте я вот тут попробую перерисовать. Ну, я со своей картинки перерисую. Вроде мы уже выяснили, что это то же самое. Вот. То есть более научно выражаясь, да, спасибо. Если есть желающие что-нибудь еще станцевать, то есть еще... Сейчас где-то был более хитрый тангл. Сейчас, или вы будете его распутывать? А может быть записывать? Может, вы будете говорить, что вы делаете, и мы будем это записывать? То есть мы хотим придумать такое слово W, что если его справа приписать к этому слову, то получится тождественное преобразование. Может быть, есть еще добровольцы, которые хотят прямо сейчас решить задачу? Что? Значит, задача распутать тангл. То есть более научно нужно придумать такое слово W, значит, найти слово из букв T и P, значит, такое, что если вы его припишите справа вот этому вот слову, то у вас все распутается. То есть получится опять нулевой тангл. Значит, слово, естественно, из букв T и P. То есть никаких других букв у нас нет. Понятно, что можно было просто в обратном порядке проделать все движения, но тогда вместо твиста получился бы то, что называют еще антвист. То есть там, наоборот, ближний к доске танцор должен был бы поднять свой канал. А это совсем не то же самое, что у нас. Да, значит, мы попытаемся решить эту задачу. Ну, сначала такая небольшая как бы подсказка. То есть, конечно, с одной стороны, можно просто методом проб и ошибок пытаться это делать, но наша дальнейшая цель – это сопоставить каждому танглу число. Так, чтобы разным танглом соответствовали разные числа, а одинаковым – одинаковые. Ну, значит, что такое одинаковые танглы я строго не определяю. Понятно, что если мы поставим как бы одну четверку танцоров и другую, и попросим их танцевать одно и то же слово, то физически у них получится немножко разное переплетение канатов, но мы их считаем одинаковыми. То есть, в общем, у нас такое будет чисто физическое определение одинаковых танглов. Вот если мы их танцуем с помощью одного и того же слова, ну, значит, то, что получается, мы считаем одинаковыми танглами. Ну, при условии, что никто не ошибся по дороге, конечно. Значит, наша цель, которую, я думаю, мы достигнем к концу занятия, сопоставить каждому танглу число. Так, чтобы это число было в каком-то смысле его полным инвариантом. То есть, различало разные танглы. Ну, какое число, тоже отдельный вопрос. Значит, что такое число вообще? Ну, там бывают целые числа, рациональные, вещественные. Ну, давайте пока считать, что мы хотим рациональное число сопоставить. Потом мы увидим, что это немножко все-таки слишком наивный подход. Надо как-то понять, что число расширит. Ну, пока можно считать, что мы пытаемся сопоставить каждому танглу какое-то рациональное число. Да, какой-то вопрос? Да, конечно. В смысле, можно проводить эксперименты. Если это помогает решить задачу. Да, значит, как? Ну, на первый взгляд, цель выглядит такой довольно амбициозной, потому что, а по какому принципу вообще мы должны сопоставить это число? Ну, идея состоит в том, чтобы вместо твистов и поворотов как операциях с канатами рассмотреть какие-то новые инкарнации твистов и поворотов как операции на рациональных числах. Значит, и тут возникает такой вопрос, он может быть такой довольно туманный на первый взгляд, но мы попытаемся его струблировать более точно и на него ответить. Значит, вопрос такой. Какие операции с числами можно было бы поставить в соответствие танглу и повороту? Какие операции с числами представляют? Я вот намеренно употребляю слово «представляют», потому что оно также и в математическом смысле примерно это же означает. Но я его тут употребляю и в общечеловеческом смысле тоже. Значит, какие операции с числами представляют твист и поворот? Ну, естественно, ответ на такой туманный вопрос, может быть, ну, не знаю, там, любые, но понятно, что нам хочется, чтобы с помощью этих операций мы могли построить один вариант. То есть, как бы идея в том, что мы начинаем с нулевой, с нулевого тангла, значит, применяем какую-то операцию, соответствующую твисту, давайте я ее буду обозначать, t, то есть это операция на рациональных числах, а поворот – это p маленькая. Значит, вот мы применяем, три раза мы применяем операцию t, потом мы один раз применяем операцию p, что-то получаем, потом применяем два раза операцию t, и вот у нас получается какое-то число, которое мы назовем инвариантом тангла. Вот, то есть идея в том, чтобы теперь придумать вот эти вот операции, которые бы адекватно представляли твист и поворот. Ну, может быть, это так действительно совсем как-то выглядит. Выглядит на эти то, не знаю что, поэтому давайте я приведу какой-нибудь пример. Ну, вот, например, какую операцию можно было бы сопоставить твисту. Значит, мы видели, что твист, если его делать много раз, он все сильнее запутывает канаты. То есть это какая-то такая должна быть операция, что если ее много раз применяешь, то число становится как бы все сложнее и сложнее, ну, например, все больше. Вот я предлагаю такую операцию. В качестве аналога твиста, значит, t от x равно x плюс 1. Вот, значит, я в защиту такого предложения могу сказать следующее, что если мы применим n раз твист, ну, такой уже твист на рациональных числах, значит, если тут n раз, ну, и тут, соответственно, будет какое-то громадное количество скобочек, вот, то мы получим x плюс n. То есть, в частности, если мы применим это к нулевому танглу, то у нас получится число n. Ну, и вроде видно, что действительно число становится все больше и больше, так что, может быть, это довольно адекватное представление твиста. Значит, можно ли что-то предложить, такое же простое, какую-нибудь простую операцию, которая адекватно представляет поворот. А, на минус 1, да, замечательная идея. Значит, давайте, давайте я тут ее запишу. Значит, еще одна идея. Ну, или давайте скажем, гипотеза, мы ее сейчас будем тестировать. Значит, гипотеза, что хорошее представление поворота – это множение на минус 1. Теперь мы будем эту гипотезу тестировать на реальных данных, чтобы проверить, иметь она смысл или нет. Да, давайте. Что вы заводите в первую степень? Минус первую степень, да, тоже замечательно. Значит, гипотеза 1. Гипотеза 2r от х равно 1 делить на х. Да, как бы эти операции действительно хороши тем, что если мы проделаем дважды, то мы получим то же самое число. А поскольку мы хотим, чтобы поворот в квадрате ничего не делал, то и операция на реальных числах должна быть устроена так же, что она в квадрате ничего не делает. Да, да, вот действительно правильное такое наблюдение, что если мы сначала делаем поворот, значит, если мы сначала делаем поворот, потом твист, то у нас получается просто два вертикальных каната, то есть твист ничего не делает в такой конфигурации. Ну и там ссоры меняются местами, ну и что, мы этого на уровне каната совершенно не замечаем. А если мы сначала делаем твист, потом поворот, то видна разница. Значит, у нас получается, как бы такой действительно антвист получается. То есть это как раз не твист, а его противоположность. То есть когда точки пересечения по другому каната проходят друг на другом. Да, и это явно не одно и то же. Вот, поэтому если мы возьмем умножение на минус один, то что у нас получится, значит, если мы применим, то есть что у нас должно получиться? Да, тут я сразу хочу такое сделать предупреждение, что есть некоторая разница, вот когда мы читаем славу, мы читаем слева направо, а когда мы применяем функции, вот как здесь, вот, то получается, что мы как бы это делаем справа налево. То есть, если я захочу вот этому слову сопоставить, слово из операционных основных числах, то применять мне придется, то есть как бы мне сначала придется применить три раза T, потом один раз, так, а я уже стала поворот обозначать R, да, а не P. Ну ладно, пусть будет R от английского rotation. А потом два раза T. Так, и тут опять какое-то безумное количество скобочек, раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, то есть видно, что как бы в функциональных обозначениях мне нужно считать справа налево, то есть нужно за этим следить, потому что как бы легко запутаться в этом месте. Вот, то есть тут, если писать в функциональных обозначениях, у нас получается, что T от P от X вообще говоря не равно T от P от X. Вот, но если бы мы, ой, извините, я опять стала R обозначать P, давайте я уже остановлюсь на R. Да, то есть если мы теперь вместо X поставим 0 и применим вот эту вот операцию, значит, что у нас получится? Получится, что нужно прибавить X плюс 1, а потом, вернее, к нулю прибавить 1, да, потом от этого взять минус, а здесь нужно 0 умножить на минус 1, это останется 0, и потом прибавить 1. Вот, то есть получится, что минус 1 равно 1, что явная нерепость. А, сейчас, в смысле, это как раз, а, я тогда не поняла, а вы какой-то описали, чем вот это вот плохо, я, видимо, не поняла ваш аргумент. А, в смысле, тут я мало твистов сделала, то есть надо было сделать... Так, сейчас... Да, и это ничего не меняет. Да, то есть, видимо... Давайте цели и вопросы сотру, поскольку мы вроде их уже осознали. И здесь напишу, почему не подходит вот эта гипотеза. Значит, как вы нам говорите, если мы делаем два твиста, то мы получаем двойку, потом мы делаем поворот, мы получаем минус два, а потом мы делаем еще два твиста и получаем ноль. И то есть получается, что тангл t квадрат pt квадрат, то есть если применить такую последовательность фигур к нулевому танглу, то мы должны опять получить нулевой тангл. То есть вот это вот был ваш аргумент, или я опять никак не могу его воспроизвести. То есть было что-то проще этого, да? Дальше. 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 а что да я поняла вашу мысль да действительно это тоже очень правильная мысль что если мы делаем один поворот а потом сколько угодно даже после этого делаем один твист дан то у нас получается что мы должны получить минус x плюс 1 а на самом деле ну да то есть минус x плюс n а у нас время получается тоже то же самое то же самый танго все время остается что-то такое вот это для любого n это просто такая картинка а да замечательно то есть действительно получается что что поворот это видимо справедливо когда мы начинаем с нулевого танка то есть получается что если мы применим вот эту вот гипотетическую операцию r к нулю да то мы получим какое-то такое интересное число что при прибавлении n к нему мы опять должны получать это же число кто-нибудь знаете такое число что если мы прибавить один то опять получится то же самое число ну да кроме бесконечности не число но понятно что это правильный правильный объект то есть не ограничиться только рациональными числами то вот в этом месте у нас явно будет не суразится а если мы допустим еще и значение бесконечность как инвариант танго тогда все будет хорошо то есть давайте действительно скажем что эта бесконечность с пониманием что бесконечность арифметические операции делают ну вот сложение как бы ничего не делает деление единицы на бесконечность дает нам 0 на самом деле все это очень хорошо формализуется в рамках проективной геометрия вот и мы про это тоже поговорим то есть правильно рассматривать не множество рациональных чисел то есть рациональную прямую а проективную рациональную прямую добавить не бесконечно удаленную точку но пока просто вот формально добавим еще еще одно как бы число которое на самом деле не число и и тогда получается что значит вот эта гипотеза не верна одно опровержение ну и вот более простое опровержение внизу а что насчет вот этой гипотезы значит верна ли она уверена или не верна это такое как бы не очень понятного скажем так не противоречит ли она каким-то тождеством которые явно должны выполняться для твистов в поворотах не ведет эта гипотеза какому-то явному противоречию или она имеет право на существование это его сумма опровергли ну вот ну например заметив что r от 0 должно быть равно бесконечности иначе не будут выполняться какие-то очевидные тождества а значит вот это вот подходит потому что 1 делить на 0 и будет бесконечно а вот это заведомо не подходит потому что вы если что вроде пока это согласуется с реальными данными А, в смысле, что мы никогда никакой тангл таким образом не распутаем, потому что последовательность таких операций R и T никогда не переведет 0 обратно в 0. То есть если же мы из 0 ушли, то мы обратно не придем. В принципе, да, вроде бы действительно. Значит, ну вот, допустим, мы применили один твист, тогда у нас задачу тоже сотру. Тем более на нее уже ответ появился, да? Или я что-то... А, ну ладно, сейчас давайте мы разберемся с гипотезой, а потом вернемся к этой задаче. Значит, действительно, если мы применим твист к нулевому танглу, то мы получим 1. Значит, у нас получается, что если мы хотим это распутать, то какую бы последовательность, в самом деле, операции R и T мы не применяли, у нас все время будут получаться положительные числа. Да, то есть мы можем, например, применить R, у нас получится 1, там можем применить снова твист, допустим, получится 2, применить R получится 1, 2. Ну, в общем, можно, я думаю, несложно там доказать по индукции, что какую бы последовательность мы не применяли, числа останутся положительными. Уж если мы изначально... Да, вот, действительно, вот появилась третья гипотеза, что R от X равно минус 1 делить на X. Ну, правда, строго говоря, это еще нет явного противоречия, потому что кто сказал, что твист можно распутать? Ну, да, действительно, чтобы распутать твист, давайте я буду писать T в минус 1, как последовательность движений, которые распутывают фигуртанцы, которые распутывают твист. Ну, и действительно, это... Ну, тут мы даже вычитаем, это TTP, да? То есть это как бы антвист. То есть если мы сначала сделаем твист, а потом сделаем такое, то мы действительно все распутаем. То есть твист можно распутать, а если мы введем вот такие вот операции, то мы не сумеем из нуля прийти, то есть из единицы прийти обратно в ноль, с помощью этих операций. Поэтому второй вариант гипотезы тоже как-то не дает нам того, чего мы хотим. Значит, вот у нас опровержение. Значит, давайте попробуем третий вариант. Ну, собственно, третий вариант работает, то есть, по крайней мере, его так быстро не опровергнешь. Поэтому давайте я тут запишу эти три операции. Значит, мы определим. В принципе, определения-то можно давать какие угодно, но интересно, когда они действительно помогают решать задачи, эти определения. Ну вот мы уже поняли, что, видимо, самое жизнеспособное определение – это номер 3, поэтому мы определим такие операции. Значит, t от x равно x плюс 1, и r от x равно минус 1 делить на x. Значит, эти операции на рациональных числах, которым добавили еще бесконечно удаленную точку. Ну, то есть, тут мы просто говорим, что если нам нужно делить на 0, ну, вот мы говорим, что 1 делить на 0 – это бесконечность. А если нам нужно делить на бесконечность, ну, мы говорим, что 1 делить на бесконечность – это 0. Вот мы просто постулируем вот такие два тождества, и после этого эти операции корректно определены вот на таком множестве. То есть, тут даже не важно, что означает бесконечность, важно, как с ней работать. Я утверждаю, что с помощью этих операций мы можем построить инвариант различающей танглы. И более того, этот инвариант нам поможет, например, без всяких канатов, чисто арифметически найти слово обратное к этому. Давайте я, может быть, дам какие-нибудь более формальные определения. Раз мы уже вроде от танцев перешли к более строгой математике. Давайте я дам определение обратного элемента, потому что оно нам будет очень важно в дальнейшем. Пока наши главные герои – это слова из букв П и Т. Значит, пусть у меня есть W – это какое-то слово из букв П и Т. Ну и мы читаем его слева направо. Ну, правда, помним, что если мы применяем операции на рациональных числах и рассматриваем их как функции, то там в функциональных обозначениях мы, наоборот, все делаем справа налево. Значит, если у нас есть слово из букв П и Т, значит, мы можем определить обратное к нему или обратный элемент. Да, это слово я часто буду называть элементом, правда, пока непонятно, элемент чего это, но потом, когда мы определим модулярную группу, станет ясно, что это элемент вот этой самой модулярной группы. Ну, пока это просто элемент, вот множество из всех таких возможных слов из букв П и Т. Но это не совсем то, что мы хотим, потому что, как бы, понятно, что некоторые слова мы хотим считать одинаковыми. И про это пока… Тут никакого строгобрения пока не было. Значит, но можно уже определить обратное слово или обратный элемент. Значит, я буду назначать W-1, значит, это тоже слово из букв П и Т. Все у нас слова будут только из двух букв. Что если мы сначала применим слово W, потом слово W-1, значит, мы подлучим дождественное преобразование на танглах. То есть как бы тангл… Никакой тангл не изменится, если мы к нему применим вот такое вот сложно сочиненное слово. То есть сначала W, потом W-1. Вот. Ну, и мы тут, на самом деле, вот вычислили обратное от твиста. Обратное от твиста – это слово ТП. Композиция тангла и поворота. Вот. Ну, и вот задача заключалась в том, чтобы найти обратное к такому слову. Вот. Ну, давайте пока решим какие-нибудь более простые задачи, просто чтобы понять, что такое обратный элемент и какие у него есть естественные совершенно свойства. Я в качестве упражнения, значит, тут напишу несколько простых тождественное обратные элементы. Ну, собственно, первое мы уже получили тождественное, значит, Т-1 – это ПТ. Ну, и дальнейшее как бы его обобщает. То есть вот если, например, взять Т-квадрат, то есть слово из двух букв Т, и взять обратное к нему, то, что получится. Можно ли это как-то сказать, не экспериментируя с канатами, а из каких-то более абстрактных соображений? Ну, да, то есть это будет ПТПТ. Сейчас, нет, 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 нет. У меня вот написано, что тут еще будет Т-квадрат. Да. Да, потому что мы вот тут это проверяли. А, значит, если это верно, только если мы это применяем. То есть вот это можно к нулевому танку применить, а иначе… Да, давайте я, наверное, уточню. А, в смысле, что у вас другая формула для Т-минус-первой? Да, какая? А, ПТПТП. Да, наверное, вы правы. Я для подготовки использовала какое-то методическое руководство по работе со школьниками 5-6 класса, но там, наверное, действительно предполагалось, что мы все время все применяем к нулевому танку. Да, а в модулярной группе, которую мы будем изучать, действительно… Сейчас, по-моему, там… Я забыл, какие там соотношения. Ну, да, по-моему, это одно из них. Действительно. Вот. Ну, тогда тут я просто поставлю знак вопроса. Ну, и, естественно, обобщение – это формула для обратного к Т-степени Н. Что? Ну, да, хорошо, хорошо. Тут хочется максимально простое выражение. Понятно, что можно просто приписывать вот такие вот друг к другу, но хочется записать слово, в котором будет как можно больше шибок. То есть, вот, когда мы делаем такие вот сокращенные обозначения, то это как бы гораздо проще, чем если у нас будет идти ПТ, ПТ и там сколько-то… То есть, тут, скорее, задача придумать какую-то простую формулу. Понятно, что можно просто итерировать вот это. То есть, это тоже такая не очень четкая задача. Вот. Ну, и тут, естественно, тоже. Да, и такая более абстрактная задача, ну, которая, в общем-то, довольно простая, но важно один раз в жизни это осознать, что если у вас есть слово, которое на самом деле является сочетанием двух слов, то есть, сначала первое слово написали, потом к нему приписали второе, то есть, это, можно так сказать, произведение двух слов, ну, где произведение просто подразумевается, что мы вот одно приписали к другому, вот, то тогда обратное к нему – это произведение обратных к этим словам, только нужно поменять местами. То есть, сначала W2 в минус первое должно идти, а потом W1 в минус первое. То есть, если как бы ни разу в жизни над этим не задуматься, то легко пропустить этот момент. Ну, доказывается это просто вот прямым вычислением. То есть, в общем-то, это верно для любой абсолютно группы. Я, правда, пока не объяснила, что такое группа. Вот, ну, для таких вот слов это заведомо верно. Так, ладно, это я принадлежу такой обратный элемент. И, конечно, наша, одна из наших задач – показать, что у любого слова обратный элемент существует. То есть, пока это было преднение, которое не подозревает, что такой объект всегда есть. Вот, но мы хотим доказать, что действительно, какое бы слово мы ни станцевали, всегда к нему найдется обратное. Ну, и давайте вот проверим, что действительно у такого слова есть обратное. И тут нам уже предлагают ответ. А не продиктуете? Значит, это наша W. Да. П, Т, П, П. Давайте поставлю точечку, чтобы было видно, что мы переносим. Это, в общем, тоже знак для умножения. Еще ПТ. А, вот это во второй степени. Правильно? А, еще и люди при этом все вернулись на свои места. Ну, это, в общем-то, не требовалось, требовалось, чтобы танго получился нулевой. То есть, два горизонтальных конца. А, вот это можно вычеркнуть. Ну, давайте я напишу свой ответ. Очень может быть, что это как бы одно и то же, потому что, как мы видим, тут есть соотношение между разными словами. То есть, разные слова могут, на самом деле, определять совершенно один и тот же танго. Сейчас, где-то у меня был выписан ответ. А, вот, значит, альтернативный ответ. Давайте я это сотру. Значит, это вот наша W. Ответ номер 2. Кстати, начинается он так же. П, Т, П. А дальше идет Т в кубе. П, Т в квадрате. Ну, по крайней мере, он короче выглядит. Ну, учитывая наше сокращенное обозначение для трех Т подряд. Вот, ну, теперь интересно понять, действительно ли. А, да, ПТ. Да, смотрите, у нас же действительно есть соотношение. ПТ, ПТ, П, это Т в минус первой, да? И мы тут напишем Т в минус первой, и получится Т в квадрат, Т в минус первой, Т в квадрат. То есть, вот это вот все, вот это вот все, это на самом деле Т в кубе. Да, ПТ, П, Т в кубе, ПТ в квадрате, только тут еще одно П. Видимо, оно, да, видимо, оно затесалось, когда пытались танцоров вернуть. То же самое положение. Видимо, вот это ПТ, П, оно просто что-то... Если не сделать... А, ну, давайте разберемся, да. То есть, давайте теперь то же самое проделаем с числами. Идея же в том, что с числами гораздо проще работать, чем с переплетениями канатов. Вот, давайте попробуем то же самое получить, чисто арифметически, заодно проверим правильность этих ответов. То есть, идея в том, что мы сначала находим инвариант тангла W, ну, то есть, вот это вот последовательство, примененное к нулевому танглу. А потом пытаемся распутать, то есть, пытаемся операциями R маленькая и T маленькая из этого числа получить обратную ноль. Вот, ну, сначала нужно понять, какое число. Значит, мы начинаем с нуля и применяем... Ну, тут я как-то несколько двусмысленно пишу T в кубе. Это уж совсем, конечно, плохо, потому что, если у нас есть какая-то функция, и мы берем ее куб, то это вовсе не то же самое, что композиция функции три раза самой с собой. Вот, ну, я имею в виду именно вот это, а вовсе не вот это. Ну, просто для скорости я буду так писать. Значит, мы получаем 3, потом нужно применить R, значит, мы получаем минус 1 треть, и потом нужно применить T еще два раза. Нет, конечно, T в кубе как-то это... Ну, давайте я буду записать T, композиция ST, композиция ST. Это все-таки не вводит никого в заблуждение. Да, вот такой вот кружочек маленький, это такой стандартный значок для обозначения композиции функции. Ну, или каких-то более сложных отображений. Значит, получается, нужно прибавить 2, то есть получится 5 третей. То есть мы вначале станцевали танков 5 третей, а теперь мы хотим станцевать что-то, что из 5 третей сделает нам 0. Значит, так. Какую последствия операции T и R нужно применить, чтобы из 5 третей получить 0? Ну да, а можем ли мы вот там все-таки мы... Ну, я вообще с потолка взяла свой ответ, да, я его так переписала с бумажки, непонятно, откуда он сделался. Вот этот ответ был получен путем экспериментов с коматами, а можно ли получить тот же самый ответ вот чисто арифметически, как бы не думая, а просто считая. Ну да, тут еще вопрос, какой самый быстрый алгоритм. Понятно, что все можно свести как вот этот анекдот про различие между математиком и физиком, что если нужно поставить чайник, в котором нет воды, то и математик и физик сначала зальют воду, потом вскипятят чайник, а если нужно поставить чайник, в котором есть вода, то физик просто его сразу вскипятит, а математик сначала выльет воду и сведет задачу к предыдущей. Вот, то есть если мы там что-то просто через что-то выразим, потом это будем все время использовать, мы, конечно, получим здесь какую-то последовательность, Но не факт, что она будет самой короткой, а хочется придумать какой-то быстрый алгоритм. Да, да, алгоритм Евклида, это очень правильные слова. То есть тут нужно как-то немножко модифицировать алгоритм Евклида. То есть в алгоритме Евклида фактически мы применяем те же самые операции. То есть давайте я напомню на уровне дробей, что делает алгоритм Евклида, чтобы была видна параллель с этой задачей. То есть алгоритм Евклида, действительно, он очень быстрый, очень эффективный. Значит, если у нас есть какая-то дробь рациональная, то есть числитель и знаменатель – это какие-то натуральные числа, ну, целые числа, ну, давайте считать, что знаменатель – натуральное число. Значит, что мы можем с такой дробью сделать с помощью алгоритма Евклида? Значит, можем m на n поделить с остатком, но на уровне дроби это означает, что мы находим целую часть этой дроби. То есть если m – это n q плюс r, значит, это деление с остатком. То здесь получится, что у нас целая часть – это q, и остается дробная часть r делить на n, то есть тут r строго меньше, чем n. Это нам важно. Ну да, и всегда считается, что остаток больше или равен 0. Такое условие. Вот, теперь что мы можем сделать? Мы можем эту дробь перевернуть, то есть написать q плюс 1 делить на n делить на r. Вот этого тоже действительно изменится, но дальше мы можем продолжать, потому что теперь n больше, чем r, и мы можем снова поделить с остатком, ну и так далее. Ну, это то, что называется цепные дроби. То есть для рациональных чисел алгоритм Евклида и цепная дробь – это, в общем-то, одно и то же. То есть этот процесс остановится, потому что остановится алгоритм Евклида. Вот, для вещественных чисел, там, до корня из двух, конечно, этот процесс никогда не остановится, потому что корень из двух и один несоизмеримый. Вот, но здесь он точно остановится. И на самом деле для танглов примерно это и происходит, только единственное различие в том, что здесь мы на минус 1 никогда не умножаем. То есть мы тут какие делаем операции? Мы прибавляем единицу, то есть вот это q получается прибавление единицы q раз. Вот, а потом от остатка, остаток мы переворачиваем, то есть с остатком мы проделываем операцию x переходит в 1 делить на x. То есть это не буквально то, что с танглами, потому что там у нас операция x переходит в минус 1 делить на x. То есть надо как-то немножко модифицировать цепные дроби, чтобы они тут… Ну, или скорее как бы применить алгоритм эфлида немножко иначе в этой ситуации, не как в случае цепных дробей, а как-то чуть-чуть по-другому. Но как бы идея та же самая, что мы хотим уменьшать знаменатели, числители и знаменатели. То есть как бы у нас что получается? То есть когда мы поделим n на r с остатком, у нас получится число, которое еще меньше, чем r. То есть у нас получится как бы n больше r, там будет остаток на втором шаге, какой-то r1, r2. То есть получится вот такая вот цепочка чисел, которая, естественно, в конце концов оборвется, потому что все числа натуральные. Ну и в общем есть только конечное количество натуральных чисел, меньше данного. Ну, в общем, это в чистом виде принцип математической индукции работает. Здесь тоже хочется как-то уменьшать знаменателя. Ну, как можно, например, уменьшить знаменатель? Ну, можно перевернуть эту дробь, применив операцию r. Извините, минус 3,5. Сейчас, правда, я знаменатель не уменьшил, я уменьшил числитель. Да. На самом деле я, честно говоря, я не знаю, какой тут правильный формальный алгоритм. В этом случае можно просто так руками подобрать. То есть как бы видно, что если мы так перевернем, то это очень хорошо, потому что мы потом прибавим единицу, и у нас получится 2,5. Вот. А если перевернуть 2,5, то тут уж точно знаменатель уменьшится. Значит, мы применяем 5r, получается минус 5 вторых. Ну, и теперь можно прибавить, значит, видимо, 1,3 раза. Значит, это нужно проделать t 3 раза. Пригнить операцию t 3 раза. Значит, получается 1,2. Правильно? И тут уже совсем знаменатель, то есть здесь уже 1, знаменатель 2. Ну, и если это перевернуть, то вообще уже получается целое число. И потом мы применяем 2 раза t и получаем 0. А что, что-то неправильно? Вот мы применили r, получили минус 3,5, прибавили 1, получили 2,5, применили r, получили минус 5 вторых, трижды прибавили 1, получили 1,2, опять перевернули со знаком минус, получили минус 2. Ну, в общем, это задача для самостоятельного продумывания как бы формализовать вот это. То есть мы как-то вроде немножко угадали, но очевидно, что тут можно как-то строго совершенно с помощью алгоритма Эвклида придумать алгоритм для сведения инварианта Tangle к нулю операциями r и t. Значит, задача придумать алгоритм сводящие ну, произвольное рациональное число к нулю с помощью операции r и t. То есть это что-то должно быть очень похоже на цепные дроби, но чуть-чуть другое, поскольку там еще умножаем на минус 1, а не просто берем обратное. Да, ну и чтобы было на чем потренироваться, сейчас тут есть хороший хороший пример. Да, и еще один важный вопрос, на который мы в следующий раз ответим, но тоже можно над ним подумать до следующего раза. Значит, вопрос, любое ли рациональное число получается как инвариант какого-нибудь тамгла. Это тоже пока совершенно не очевидно. То есть можем ли мы из нуля операциями t, r получить произвольно рациональное число. Значит, все ли бесконечность является инвариантом, так мы ее собственно и обнаружили. Ну вот что можно сказать про остальные числа. Значит, все ли рациональные числа являются инвариантами каких-то тамглов. То есть тут нужно придумать что-то, ну опять же, что-то вроде алгоритма инварианта, но в другую сторону это будет работать. То есть теперь от нуля наоборот вам нужно получить какое-то заданное наперед число. Да, ну и вот чтобы во всем этом попрактиковаться, то есть если у вас появится алгоритм, то вы можете его протестировать. Сейчас я тут напишу один забавный тангл. Ну, точнее, тангл вам нужно будет придумать, а я напишу забавный инвариант, для которого просто получаются забавные ответы. Значит, упражнение. Найдите тангл с инвариантом. Я, правда, сама не пробовала, я это взяла как раз из методических рекомендаций для школьников. Минус 17, 43. Вот, ну и дальше нужно его распутать, и там получится забавное слово, которое его распутывает. Значит, какое слово его распутывает. Да, ну давайте проверим. Мы получили такой же ответ. ответ, значит, получилось П, Т, П, Т в кубе, П, Т в квадрате. Да, вроде получился ответ номер 2. Вот, ну и по-видимому, короче не запишешь, потому что вот этот вот арифметический алгоритм, ну, который мы, впрочем, пока до конца не придумали, но тут вы его угадали. В общем, как-то видно, что вроде короче ничего не придумали с числами, чем то, что вот здесь. То есть, видимо, видимо, это самое простое, что можно придумать. А что то же самое? Ну да, да, мы получили ответ в форме номер 2. То есть, по-видимому, это самая короткая форма, поскольку вот этот арифметический алгоритм он должен давать самый короткий. Ответ. Да, ну давайте я в оставшееся время расскажу, откуда все это появилось, потому что, ну, так это вроде и само по себе забавно, но, конечно, Конвей это придумал не просто для развлечения, а у него была совершенно конкретная задача, которую он решал. И, собственно, задача эта идет еще и с 19 века. Значит, все, наверное, знают такого очень известного физика Вильяма Томпсон. Все знают такого? Вот, у него была, ну, как и вообще у физиков, у них часто бывают теории всего, то есть, какая-то такая универсальная идея, которая должна объяснить все мироздание. Вот, на тот момент, ну, понимаешь, эти идеи из столетия в столетие меняются. Значит, у него была идея, что атомы можно описать с помощью узлов. То есть, есть, ну, тогда еще верили, что есть эфир, а в эфире есть какие-то завихрения, вот, эти завихрения могут быть стабильными, но это вроде вполне экспериментально наблюдалось, там есть какие-то вихри, которые здесь довольно стабильны, вот, и вот эти вихри могут еще и заузливаться. То есть, вот, такой самый простой узел, это просто окружность, то есть, это как бы не узел. Не знаю, есть ли по-русски такое слово, но по-английски прямо это так и называется анмокс. Значит, не узел. Ну, вот это вот соответствует водороду, потому что водород самый простой элемент, а вот, например, углероду соответствует трилистник. Ну, это тоже довольно простой узел, но уже не тривиальный. Сейчас я попробую его. Изобразить. Вот, то есть, видно, что если мы пытаемся на бумаге рисовать эти узлы, то окружность мы, конечно, можем нарисовать без самопересечений, хотя можем и самопересечений. То есть, понятно, что вот такой вот узел, это тоже окружность. То есть, тут отдельная задача возникает, вот нам нарисовали два узла, как понять по картинке, это один и тот же узел или разные. Вот, но с трилистником на самом деле даже и непонятно, как его, можно ли его нарисовать на плоскости, чтобы не было самопересечений? Ну, и ответ, конечно, нельзя, хотя, если вместо плоскости взять тор, то есть, вот поверхность бублика, то на ней вполне себе можно нарисовать трилистник. Вот сейчас, если возьмете кружку, как нам вчера объяснили, кружка и тор – это одно и то же, вот на кружке можно нарисовать трилистник без самопересечений. Очень забавное упражнение. Советую вам взять кружку и попробовать нарисовать на ней вот этот вот узел, так, чтобы нигде не было никаких самопересечений. Вот, ну, это, в общем, такие самые простые узлы, но, естественно, если хочется классифицировать химические элементы с помощью узлов, то нужно сначала классифицировать узлы. Ну, и сам Кельвин этим не занимался, вот, но были математики, которые этим серьезно заинтересовались, вот, и стали классифицировать узлы, примерно, тоже в то же время, что возникла эта теория. Вот, и там были довольно большие таблицы, то есть авторы описали, что у них ушло шесть лет, чтобы составить таблицы, но реально они смогли классифицировать узлы, где было не больше 11 самопересечений. То есть вот на картинках для этих узлов было не больше 11 самопересечений, и при этом они еще, ну, для 11, то есть если меньше 10, то они все классифицировали, а с 11 они смогли только провести случай, когда эти самопересечения чередуются, то есть вот как бы у вас есть две дороги, вот вы едете по, как бы в каждом пересечении пересекаются две дороги, и вы можете считать, что вот вы как бы едете по хайвею и считаете, когда вы прошли под мостом и когда вы прошли наоборот над какой-то другой дорогой. И вот эти вот как бы пересечения должны чередоваться. То есть тут под, тут над, тут под, да, то есть это, по-видимому, да, а тут снова над, да, то есть вот это вот чередующийся узел. В общем, понятно, что можно было бы нарисовать и не чередующийся, как-то вот так вот. Ну, про это легко понять, что это даже самая окружность, просто более причудливо изображенная. То есть, на самом деле, с узлами все очень сложно, даже вот просто, чтобы составить какую-то небольшую энциклопедию узлов с небольшим количеством пересечений. Вот, на это ушло шесть лет, и то там, как потом выяснилось, там были и повторы, и какие-то, наоборот, пропуски. То есть, это немножко напоминает, ну, у нас вот кириллица там, в смысле, что мы буквами пишем, там, латиница тоже нормально, как бы понятно, как составить словарь. А вот если вы пишете иероглифами, то по какому принципу составить словарь всех слов? То есть, как упорядочить иероглифы? Это уже не очень понятно, там, по-моему, в китайском принято их упорядочить по количеству черточек, которые используются. То есть, сколько раз нужно оторвать ручку от бумаги, чтобы нарисовать иероглифы? То есть, сначала идут иероглифы, которые как бы из одной черточки состоят, потом там из двух. Ну, честно говоря, я не знаю, как во всем этом ориентироваться. Вот с узлами примерно такая же история. Вот, ну и потом как-то теория-то забылась. То есть, собственно, один из самых ярких последователей этой теории, тоже по фамилии Томпсон, он получил Нобелевскую премию за открытие электрона и после этого понял, видимо, что там как-то все иначе внутри атом устроено, что нет там никаких узлов. Ну и, в общем, как бы физическая теория пошла другим путем, а математики зато очень заинтересовались узлами. Вот, и появилась как бы отдельная такая очень интересная новая стопология теории узлов. Ну и уже где-то в 70-е годы, этим заинтересовался, в 70-е годы прошлого века, уже не 19-го, а 20-го, значит, этим заинтересовался Джон Конвей, и он решил придумать какой-то эффективный способ, как перечислять узлы. То есть, можно, конечно, там рисовать разные картинки, но вот вам дали две картинки, как понять, это один узел или нет. И, собственно, для этого он и придумал танглы. Значит, в чем заключалась его идея, что вот у вас есть какой-то там довольно сложный узел, вот он там как-то идет, но его можно разбить на какие-то куски, в которых вся сложность как бы и сокрыта, вот, а все остальное довольно просто. Вот, но это как бы отдельное соображение, про которое, собственно, особо как бы и не знаю, как это делается, но это даже было сделано вроде бы в 19-м веке уже. То есть, вот эта классификация 19-го века, она опиралась на то, что вы можете всю сложность узлов загнать в какие-то отдельные коробочки. Вот, а дальше, дальше уже как бы работать с этими коробочками. Ну, в общем, как бы из каждой коробочки будет торчать, сейчас, наверное, давайте это нарисую, так, чтобы было видно, что это все заходит в углы квадрата. Я просто совсем не специалист по теории узлов. Ну, вот тут будет Алексей Брониславович Сосинский читать лекции. Он может это более научно объяснить. Что там происходит? Сейчас, ну, это как-то. Ну, допустим, вот что-то такое. То есть, если там 11... Сейчас. Ну, я не уверена, что это имеет смысл. Да, но вообще, если у вас 11 пересечений, то там достаточно простые конфигурации возникают. То есть, можно вот ограничить там тремя или четырьмя такими черными ящиками. И в этих черных ящиках у вас будут танглы. Потому что вот у вас как бы заходят два каната, и они тут как-то начинают переплетаться друг с другом. И поэтому вместо того, чтобы рисовать картинки, вы можете просто зафиксировать вот этот вот набор черных ящиков, сказать, как бы он комбинаторно расположен. А дальше в каждом ящике просто написать число, ну, там вот, например, то же самое, минус 17, 40 в третьих. И все как бы поймут, что вы имеете в виду тангл с таким вот инвариантом. Вот. В результате с помощью этих обозначений, так и называется нотация конвы для узлов, конвы за полдня получил всю классификацию узлов не более чем с 11 самопересечениями. Ну, то есть, более-менее воспроизвел результат 19 века, на который ушло 6 лет. Да, при этом он без компьютера работал. Тогда уже были компьютеры, но это он сделал просто вот руками, бумажкой и ручкой за полдня, как он пишет. После чего он сделал также случай, когда там не чередующиеся пересечения. И на это у него ушло, по-моему, все-таки 3 дня. И он потом это еще несколько раз повторил, потому что не с кем было сравнить. То есть, он сравнил, как бы все предыдущее он сравнил с таблицами 19 века и нашел там некоторые неточности, которые он исправил. А это он проделал как бы первый раз в истории, и поэтому там он перепроверял три раза. Ну, и, в общем, эти таблицы в его обозначении там занимают, ну, может, 3 или 4 страниц, или 5. В общем, я выложу ссылку на его статью, очень учительная. И она такая довольно понятная, то есть ее, в общем, можно прочесть, даже не являясь специалистом в теории узлов. Так, а мы заканчиваем через 4 минуты. Ну, тогда давайте я немножко скажу, что у нас будет в следующий раз. То есть, ну, мы, во-первых, вот ответим на вопросы, которые поставлены в этой задаче. Значит, как придумать алгоритм, и все ли рациональные числа можно получить как инварианты тангла. Но дальше мы уже про танглы временно забудем, а будем работать с диаграммой Форрея. То есть, она получается из таких соображений. Ну, собственно, из танглов ее тоже можно получить. То есть, тут видно, что если мы применяем небольшое количество тистов и поворотов, то мы, скорее всего, не получим инвариант с большим числителем и знаменателем. То есть, у нас на всех дробях возникает какая-то такая функция сложности. То есть, дробь несложная, если ее можно получить за небольшое количество тистов и поворотов, и сложная, если нельзя. Как это можно более явно описать? Ну, можно рассматривать дроби, допустим, у которых знаменатель не больше двойки. Ну, там это будет 1, 2, 0, естественно, который мы запишем как 0 делить на 1, 1, который мы запишем как 2 делить на 2. Ну, наверное, следовало начать со знаменателя 1. То есть, тут тогда будет 0 делить на 1, а здесь будет 2 делить на 2. Ну, понятно, что все это бесконечно продолжается в всей числовой прямой. А дальше мы начинаем увеличивать знаменатель. То есть, у нас появляется 1 треть. Значит, вот это у нас сюда не попадает. Значит, здесь 0 третий. 0 третьих, значит, здесь 2 третьих. 3 третьих. Вот. То есть, у нас как бы получается, на каждом следующем уровне добавляются какие-то новые дроби, но, может быть, какие-то из старых на этот уровень не попадают. Вот. Это такой способ упорядочить дроби, который придумал Форей. Вот. И чтобы продолжать эту таблицу, нужно просто, каждый раз, немножко похож на треугольник Паскаля, значит, нужно просто каждый раз складывать дроби по Форею. То есть, вот, чтобы понять, что будет стоять здесь, нужно сложить по Форее вот эти вот две дроби. Вот. Ну, и в конце домашнего задания я вам предлагаю попытаться построить вот эту вот таблицу Форея, ну, там, не знаю, до знаменателя 7 или 8, чтобы посмотреть, что там происходит. Вот. Ну, из этого, получается, диаграмма Форея, которую я вчера уже рисовала. Ну, вот в следующий раз мы ее подробно изучим и опять построим действия твистов и поворотов уже на окружностях, на полуокружностях диаграммы Форея, которые, кстати, являются геодезическими моделями Лобачевского. Ну, это нам не особо понадобится, но приятно знать, что такое у них тоже есть смысл. Ладно, тогда давайте на этом закончим. Вот. Ну, и если кто-то хочет поиграть еще с канатами, то вот можно их взять и с ними поэкспериментировать. Потом их тогда можно вернуть в 118-ю комнату. Спасибо. 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 Спасибо.